Больше 70 человек оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в Акмолинской области. А в регионе провели широкомасштабную акцию ОРМАН. Усилили охрану лесных массивов и проверили готовность лесхозов к пожарам. Аслан Абуталиб расскажет больше. На издание возгорания Боровское лесничество, квартал 31, выдел 8. В одной из лесничеств Бурабайского нацпарка направили сообщение об условном возгорании. На место в считанные минуты прибыли пожарные расчеты лесников и местного отдела по чрезвычайным ситуациям. Вместе с этим помощь с воздуха оказал вертолет Казави Алисохраны. Оперативно и слаженно им удалось ликвидировать пожар. То есть, если система обнаружила, в зависимости тоже от расстояния этого возгорания, в течение 7 минут прибытия и локализации уже самого возгорания. Если это не горная местность. Дополнительно в этом году национальным парком были созданы 10 пикниковых зон с разведением костра на территории национального парка. Также в этом году было закуплено, закупается еще на сегодняшний день малые лесопатрульные комплексы. Проводится закупка оборудования, противопожарного оборудования, спецобмунирование. Пожарные, полицейские и лесники обошли наиболее многолюдные места в лесных массивах. Провели мониторинг в зонах отдыха, расположенных в лесу. Как оказалось, далеко не все соблюдают правила пожарной безопасности. Создано 104 мобильных групп, в числа которых ходят 40 человек. Данными мобильными группами проводятся рейдовые мероприятия. На сегодняшний день их более тысячи, которыми выявляются факты нарушения правил пожарной безопасности, соответственно, за которые привлекают к административной ответственности. На сегодняшний день уже 65 физических лиц привлечены к адам ответственности на сумму более 1 миллиона тенге. Сейчас в лесных массивах региона подготовлены 47 пожарных постов. В ближайшее время будет открыть еще один. Но недочеты в лесхозах все еще есть, говорит заместитель руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства Арман Турумбаев. Необходимо обновить данную технику. То есть она у нас уже выработала свой ресурс. Но, тем не менее, данная техника противопожарной, она работает, находится в строю и работает полноценно. То есть, также необходимо по государственным учреждениям лесного хозяйства создать лесные пожарные станции первого и второго типа. Также спасатели и представители природоохранных учреждений встретились с предпринимателями, чьи объекты находятся в лесном массиве. По правилам, они должны предусмотреть все меры для недопущения возгораний. Вместе с этим базы отдыха должны быть оборудованы специальными щитами с необходимым инвентарем для тушения пожаров. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24КЗ. Акмолинская область